День Республики в следующем году будут принимать у себя Чебоксары как обычный комсомольский район. Он стал победителем конкурса на право проведения торжества. Соответствующий указ подписал сегодня глава Чуваши. Об этом сегодня же Михаил Игнатьев сообщил на заседании правительства. Вместе с тем министры обсудили круг важнейших вопросов. В частности о прожиточном минимуме в Республике, Общественной палате Чуваши и исполнении бюджета этого года. Ольга Григорьева подробнее. Принятый формат заседания сегодня корректирует глава региона. Привычной работе правительства предшествует выступление Михаила Игнатьева. Руководитель республики сообщает о подписанном указе. Согласно документу, основными площадками празднования Дня Республики станут Чебоксары и Комсомольский район. Победители специального конкурса теперь поддержат рублем. Вместе с тем сам регион получит из федерального бюджета денежные средства, некогда потраченные на жилье тувсинцам, пострадавшим от взрыва газа. К слову, все они уже отметили новоселье. Стоимость выполненных работ составила 24,7 миллиона рублей. Более 10 миллионов рублей мы выделяли из резервного фонда кабинета министров Чувашской республики. Оставался остаток около 14 миллионов рублей, который будет погашен за счет жилищных сертификатов согласно принятому решению правительства Российской Федерации. О новшествах, которые ожидают уже общественную палату Чуваши, рассказала министр юстиции Надежда Прокопьева. Изменился федеральный закон, теперь дополняется республиканский. В состав общественной палаты России будут избираться представители региональных палат. Корректировки касаются именно порядка выборов. Предусматривается, что решение об избрании представителей общественной палаты Республики в состав общественной палаты Российской Федерации принимается на сседаниях общественной палаты. То, что председатель общественной палаты Чувашской Республики одновременно не может являться членом общественной палаты Российской Федерации. И что избранный член общественной палаты Чувашской Республики в общественную палату Российской Федерации слагает в себя полномочия, соответственно, члена общественной палаты Чувашской Республики. Проектом закона срок полномочий общественной палаты Чувашской республики устанавливается аналогично сроку полномочий предусмотренных для членов общественной палаты Российской Федерации. Три года. Отдельно правительство останавливается на бюджете. Ему особое внимание сверстан в сложных экономических условиях. Минфин докладывает об исполнении бюджета за 9 месяцев этого года. Республиканский бюджет Чувашской республики по доходам в целом исполнен в объеме 26,3 миллиарда рублей. Расходы исполнены в объеме 24,1 миллиарда рублей. Если смотреть разрезы налогов, то следует отметить, что несколько ниже в прошлом году идет поступление налог на прибыль организации. Отставание на 0,3% пункта. Но в целом картина, в целом по России аналогична. Между тем корректируется и величина прожиточного минимума в сторону уменьшения. В третьем квартале года она составит 6176 рублей. Данное снижение было обусловлено уменьшением цен на продовольственные товары. Вследствие снижения цен на картофель и овощи, в частности капуста, морковь, в общем, все овощи. Расходы на их покупку в третьем квартале уменьшились на 83,48 рубля. Незначительное снижение цен наблюдалось на хлеб, крупы, яйца. В связи с чем затраты на их покупку также сократились на 19,54 рубля. Изменения грядут и на рынке рекламы, где законодатели пытаются навести порядок. Теперь схема размещения рекламных конструкций будет предварительно согласовываться с Минстроем. А договоры на установку и эксплуатацию их предлагается заключать в течение пяти лет. Это предельный срок. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика.